всем привет в комментариях тут многие пишут что пора тебе рыбин переходить на восковые валики слушаешь всякую хрень древние виниловые пластинки да до восковых валиков я еще не дошел до пластинок записанных со скоростью 78 оборотов я тоже еще не дошел но подбираюсь постепенно а вот на 45 оборотов например полный рост this boy и I wanna hold your hand вот такая пластиночка хорошая хорошая настоящая оригинальная английская тех лет яблоко немножко тут под заляпана но это не страшно я ее люблю группу the beatles обожаю всеми силами своей души this boy прелесть просто пластиночка это мне досталось вместе вот с этим альбомом я на каком-то секонд-хенде какой-то праздник умудрился купить вот этого англичанина вместе с этой сорока пяточкой with the beatles 73 год и опять-таки в комментариях я читаю отзывы господ слушателей господ зрителей когда речь заходит о том любимый альбом beatles нелюбимый альбом beatles почему-то некоторые люди пишут что with the beatles мы не любим я даже теряюсь а что же тогда мы любим а что же тогда мы любим в beatles если не with the beatles не понимаю но это дело вкуса я никого ни в чем не хочу сказать обвинить тем более обидеть ради бога пожалуйста вкусы у всех разные но на мой взгляд это если не вершина творчество любимой моей группы beatles то один из пиков таких почему а я сейчас объясню почему собственно музыка сама все объясняет в музыке слышно все то о чем я сейчас буду говорить вышла пластинка плюс-плизме фантастический успех но до этого еще пара синглов которые тоже имели фантастический успех грандиозный и beatles мгновенно стали суперзвездами как сейчас принято говорить вершина популярности и все что к этому прилагается деньги ну деньги ладно про деньги вообще не люблю рассуждать когда это связано с музыкой но тем не менее огромное количество концертов фотосессии интервью журналы газеты поклонники поклонницы которые и воздух чепчики бросали и лифчики и все остальное что на них было надето в общем слава обрушилась просто как лавина но не раздавила никого потому что парни были сильные парни были опытные парни были настоящие профессионалы до этого все знают да как они молотили в гамбурге еще до плес-плизме еще до там работы с тони шериданом как они молотили в гамбурге огромное количество концертов сколько времени они проводили на сцене и группа была уже на тот момент времени как мне кажется одной из лучших концертных групп британии если не самый лучший огромный опыт клубной работы в тяжелых условиях с плохим аппаратом с ревущей публикой это очень хорошо для любой группы это всегда идет на пользу идеальная сыгранность идеальное взаимопонимание настоящая группа как единый организм вот это все здесь есть все это было уже на плес-плизме потрясающей пластинки которая была прорывной действительно это наверное ну не буду говорить самый лучший один из лучших дебютных альбомов в мире до сих пор пусть это такой удар сразу в поддых как так можно играть в студии а вот можно вы дабит лс это слава это достижение цели то есть такое хорошее настроение было у команды во первых они были полны сил они еще не устали не физически от концертной деятельности от студии от постоянных переездов и от славы не устали все это вкушали с большим удовольствием и это было радостно здорово это был адреналин и все это выплескивалось в музыку это было все что называется по кайфу все все делалось в удовольствие ничего не тяготило все было здорово джон леннон женился все переехали в лондон между бесконечных гастролей но когда молодой время растягивается успеваешь гораздо больше чем когда ты уже пожилой это я знаю по себе хотя я еще молодой и много чего успеваю между этими бесконечными концертами поездками интервью фотосессиями леннон сидел дома слушал пластинки пластинки компании мата он слушал черную музыку miracles и все остальное на этом учился петь хотя он и так прекрасно умел петь но все это сказалось вот здесь на with the beatles маккартни знакомился с композиторами поэтами писателями художниками ходил по театрам beatles встретились с английской королевой уже в этот период выступали в каком-то атомном телешоу 15 миллионов по моим зрителей смотрели их в общем это было все это был фантастический успех и был полный кайф от жизни наслаждение жизни наслаждение творчеством нужно было писать второй альбом и они хотели писать второй альбом потому что катила перла перла но времени было мало запись альбома растянулась на три месяца хотя по факту в студии они провели всего неделю разрозненные дни за неделю был записан вот этот шикарный совершенно альбом многие считают его опять-таки провальным а некоторые вообще говорят что ранние пластинки beatles это примитив ну мы живем в свободной стране каждый волен считать так как ему хочется примитив так примитив на самом деле это далеко не примитив это очень трудно так сыграть вот так сыграть как на плес-плизме и на with the beatles ребята это атомная работа я говорил с очень хорошим музыкантом лёши смирновым моим товарищем и мы пришли к выводу с ним что ритм гитара леннона здесь она такая какой бы мало где найдете по качеству игры по звукоизвлечению по работе правой руки и левой лена использовал очень толстые струны самые толстые расстояние до грифа было очень большое при толстых струнах и все это вот так вместе все это настолько моторно и он склеивал всю группу beatles все звучание всю картину музыкальную все держалось на самом деле на ленноне на его ритм гитаре все вот как как цементом он склеивал всю эту штуку но при этом все это дышал и катила эта музыка это 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 музыкантство это очень здорово я никогда не использую шпаргалки своих выступлениях но сейчас вот использую тут один музыкальный критик английский что писал про этот альбом создается впечатление что они думают одновременно и о гармонии и о мелодии настолько прочно встроены в их мелодии мажорные тонические септимы и девятки а бемольные субменя суб суб медиативные ключи переключаются настолько естественно и олова каденция в конце not a second time аккордовая последовательность которой заканчивается песен земли малера уильям ман музыкальный обозреватель газеты times ну можно конечно сказать что уильям манн сошел с ума и написал вот этого вот этот абзац ну я так не думаю потому что эта пластинка она просто это какой-то голос небес ее можно переслушивать бесконечно это сама музыка это вот музыка как она есть и тут be long начинает леннон сразу взрывая сразу влетая широким голосом своим как он здесь поет это удивительно а особенно в песне следующий all i've got to do какие сложные он выпивает окончание фраз насколько точно насколько легко и широко очень сложные такие виньетки когда он тянет гласные в конце фразы уходя иногда в фальцет на микросекунду раз фальцета соскакивает дальше продолжаю выпивать вот такие вот битиеватые мелодические линии чудесно all my loving маккартни врезается на удивление каким-то таким мужицким голосом прямо таким пробивным мы привыкли к его лирике все-таки но all my loving он прямо так вот в мочил от души don't bother me харрисона спета дабл треком не очень уверенно иногда дабл трек он не выдерживает и наползает начало фразы на начинается чуть-чуть пораньше дабл трек чуть-чуть попозже так вот склеивать но это надо вслушиваться это так сразу сразу и не определишь но дабл трек дает такой полотняк в его вокале очень хорошо все звучит лизл чает абсолютно свирепая песня спета и ленноном и маккартни а вот till there was you это для тех кто считает что леннон плохо играет на гитаре и битлз не умеют играть две акустические гитары леннон и харрисон плюс перкуссия ринго стара и такой локальный бас маккартни во первых маккартни гениальный успел эту песню просто гениально это ну в уровень с лучшими американскими наверное певцами того времени и включая 50-е годы все блестящее исполнение чувственное тонкое что значит хорошо поет человек когда он поет осмысленно когда первых он точно интонирует а во-вторых поет осмысленно когда он понимает о чем песни как как она должна звучать и не через кривляния передавать смысл этой песни а через звук через звук через под через через вот это вот все только мы же не видим его дамы только слышу и как аранжировано сопровождение двух акустических гитар здесь как разложены гитары как чудесно они сыграли вдвоем кто-нибудь скажет но да это все там джордж мартин накрутил да нифига подобного джордж мартин если слабые артисты если они неплохо соображают никакой продюсер ничего не накрутит никогда ничего не сделает это они взяли и сыграли они все это расписали разложили дома у себя или в отеле во время гастролей приехали в студию и сыграли плес мистер постман эта песня на которой витя цой учился петь он ходил по улице горланил именно эту версию спетую джоном ленноном повторюсь опять насколько широко здесь поэт леннон насколько радостно насколько открыто насколько могучий голос у него могучий просто пробивной стена стенобитный стенодробильный и ширь такая русская выть на волгу через тон раздается то есть покрывает просто всех здесь вокалом своим леннон флис мистер постман в этой версии роллова бетховен которую спел харрисон и сыграл классическая соло чака берри очень интересно потому что он спел совершенно не так как чак берри по-своему но здесь битлз все делают по-своему все кавер-версии совершенно свои все эти песни можно считать песнями битлз потому что абсолютно звучание битловская и пение битловская никаких отсылок к чаку берри даже близко нет за исключением гитары в гитаре все сделано так как надо если вещь которую не вызывает некое сомнение это hold me tight песня сложная хотя написано ленноном маккартни песня своя свои песни петь всегда легче но как-то она так неуверенно спета маккартни такие там косячки у него в голосе что странно для и для маккартни и для мартина который принимал работу и сводил и все это делал ну наверное решили что так и есть тем более что этого вообще никто и не слышит на самом деле этих косяков и а слышат только те кто прослушивал 150 тысяч раз этот альбом слушал его внимательно и и они даже в общем и милы но зато потом все в порядке юрили гэта hold on me песня ровинсона и вона be a man леннона маккартни которую спел ринга star удивительно нагло как как он умеет как только он умеет нагло размашисто бесстрашно абсолютно а вот что касается верили газа hold on me это песня группы miracles и это как раз матаун это как раз черная музыка которую слушал леннон торчал и на любых поездках на любых гастролях он сразу отправлял администрацию по музыкальным магазинам чтобы они скупали все свежие синглы матаун и слушал их на чем вы спросите они возили с собой джокбокс в автобусе ставили его в номере и слушали свежие синглы матаун дэвлин хихат но то секунд тайм песня которая записана на четырех дорожечный магнитофон в отличие от большинства песен которые записаны на два двудорожечных аппарата и мани очень сложная в записи с кучей наложений с кучей там овердабинга там не знаю чего в общем студийная работа над мани была очень большая но она и звучит по-зверски абсолютно разрывая все на своем пути самое сложное в исполнении песня здесь в смысле записи но самая ядерная атомная спета и ленноном на разрыв души это великолепный альбом это великий альбом я его обожаю и пойду пить пока